И снова всем привет, с вами канал Android Software. Сегодня я хочу познакомить вас с достаточно занимательной новинкой от Ugreen, а именно с мощным мультифункциональным зарядным устройством, сочетающим в себе дополнительно и сетевой удлинитель на три розетки. Устройство внешне достаточно привлекательно и выполнено в стиле хай-тек. Полное название гаджета Ugreen GAN65W DIGINEST CUBE CD268. Поставляется зарядное устройство в достаточно крупной и качественной коробке. Впрочем, как и всегда, нареканий в этом плане Qgreen нет. На лицевой стороне изображено само устройство, а также указан бренд и модель. На тыльной стороне очень детально расписаны все технические характеристики гаджета, а также указана контактная информация производителя. Давайте откроем коробку и посмотрим, что входит в комплект поставки. Итак, тут у нас есть две инструкции. Одна довольно маленькая, а вторая уже побольше. Она довольно подробная и иллюстрированная, но, к сожалению, русского языка в ней нет. Далее тут присутствует и само зарядное устройство Ugreen DIGINEST CUBE. Все заявленные технические характеристики вы сейчас видите на своем экране. Также все пропорции выходной мощности вы сейчас видите на схеме. Теперь давайте более детально рассмотрим устройство. Зарядное устройство достаточно компактное и выполненное в стиле куба. Цветное оформление идентично обновленным зарядным устройством от Ugreen. Материалы, из которого состоит корпус, достаточно приятные на ощупь. Основной пластик матово-черного цвета, шероховатый. На нем практически будут незаметны мелкие царапины. Сборка, как и качество используемых материалов на высоком уровне. Габаритные размеры следующие. 84 на 84 и на 85 мм. На лицевой стороне размещено название бренда. И в нижней части расположились 4 порта для зарядки. По паре на каждый интерфейс. Два мощных USB-C порта до 65 Вт и два USB-A порта. А также индикатор работы белого цвета. На обратной стороне разместился сам провод. И кнопка включения. На боковых сторонах разместились 3 розетки. В моем варианте, европейского типа. Они дополнительно оснащены защитными шторками. Так называемой защитой от детей. И это очень полезная функция. На нижней стороне продублированы основные технические характеристики. Также установлены большие силиконовые ножки. За счет чего устройство цепляется мертвой хваткой к поверхности. На которой оно расположено. Кабель очень толстый. Но относительно своей толщины 8,2 мм. Довольно мягкий. На обоих концах имеется защита от перегиба. Длина провода 1,8 метра. Вилка обычная европейская. Черного цвета. Дополнительно имеются выступы для комфортного хвата. Вес без учета кабеля примерно 392 грамма. Вес с учетом кабеля примерно 621 грамм. Также были проведены тесты для определения всех заявленных режимов работы. Первым шагом была проверка всех поддерживаемых протоколов быстрых зарядок на каждом из портов. Результаты вы видите на своем экране. Оба USB-C порта поддерживают одинаковый набор протоколов быстрой зарядки. Включая PD20. Один порт может выдавать до 65 ватт мощности. Два одновременно делят мощность по схеме 45 плюс 20. USB-A порты тоже одинаковы по поддерживаемым протоколам. Как можно заметить, спектр поддерживаемых протоколов быстрых зарядок достаточно широк. Большинство современных устройств смогут зарядиться максимально быстро и безопасно. Далее был проведен тест на нагрев. Он проходил в помещении с температурой в 22 градуса по Цельсию. Тест длился 30 минут. Как показала практика, за данное время все нюансы и проблемы всплывают. Во-первых, хочу отметить, что никаких нюансов в работе не выявлено. Зарядное устройство стабильно выдавало свою мощность на протяжении всего времени под нагрузкой. Во-вторых, максимальная температура корпуса оставалась крайне низкой. Всего 39,5 градуса. А портов зарядки 43,1 градус по Цельсию. Без преувеличения, это один из лучших результатов из всех протестированных устройств. Итак, что мы имеем в итоге? Это стильный компактный девайс, способный прекрасно вписаться в практически любой интерьер. Нагрев рассматриваемого устройства невысокий. Пульсации во всех режимах работы остаются предельно низкими. Аккумуляторы и контроллеры заряда заряжаемых устройств скажут за это большое спасибо. Гибридный дуэт сетевого удлинителя и ГАН-зарядника оказался удобен в работе, так как занимает мало места. Имеет полноценный тройник и мощное зарядное устройство с выходом 65 Вт и поддержкой протоколов быстрой зарядки. Это устройство едва ли больше обычного ноутбучного зарядного устройства формата типа кирпич. А функционал значительно выше. Могу ли я рекомендовать его вам к покупке? Конечно, так как я даже задумался оставить его себе для ежедневного использования, где он отлично впишется в текущую обстановку. Ссылку на продавца, у которого я заказывал данный гаджет, я оставлю в описании к этому видео. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр и если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. А также не забудьте подписаться на мои каналы на YouTube, Яндекс, Дзен, ВКонтакте, Рутуб и Телеграм. А я на этом с вами прощаюсь и всем до новых встреч.